Неделю назад в зоне нашего внимания была пожарная безопасность. Нам поступило обращение из торгового центра на проспекте большевиков. Мы отправились туда с проверкой и убедились. Пожарные выходы слишком узкие. Огнетушители висят высоко и не хватает стрелок, которые указывают на выход. Через неделю мы снова пришли в этот торговый центр, но двери оказались на замке. С чем это связано, сказать сложно. Понятно только одно. Если магазин небезопасен для покупателей, то остается его только закрыть. Также на прошлой неделе мы разбирались в системе пожарной безопасности нового высотного комплекса. Жители Заречной улицы сообщили, система пожаротушения в их доме укомплектована не полностью. Когда на многих этажах у клапанов подачи воздуха не оказалось электроприводов, и управляющая компания отказалась их установить. Но через две недели все изменилось. Поменялся директор управляющей компании, а вместе с ним и отношение к проблеме. Управляющая компания закупила приводы и начала их установку. Чтобы защитить дорогое оборудование, все приводы поставили под охрану. При попытке кражи сработает сигнализация. Сегодня в зоне нашего особого внимания мошенники в белых халатах, которые выдают себя за врачей. Их постоянно разоблачают, но не придумывают новые схемы. Из последних раздается звонок, а там девушка приятным голосом приглашает вас на якобы государственную программу диспансеризации. Ну, как правило, если мы слышим «государственная программа» и «бесплатно», то соглашаемся, не узнавая подробности. Давайте послушаем Анну. Эта девушка обратилась в нашу программу за помощью. Моя мама посещала медицинский центр, где с ней заключили договор оказания услуг, в котором нет ни одного слова «медицинский». При этом с ней заключили еще кредитный договор на большую сумму. Помогите, пожалуйста, во всем этом разобраться. Ну что, едем к Ане? Давай узнаем, как ее мама попала в сети мошенников. Анна, расскажите, пожалуйста, что произошло у вас в семье? Моей маме позвонили на мобильный телефон, пригласили в медицинский центр пройти обследование. Она приехала туда в 7 часов вечера после работы и вышла оттуда в 11 часов вечера с подписанным договором оказания услуг и кредитным договором на сумму 100 тысяч. Что же это за заболевание такое у нее обнаружили? У мамы действительно есть тромбофлебит. В принципе, она сама об этом сказала и выбрала программу по оздоровлению организма под темой тромбофлебит. Тромбофлебит – одно из самых коварных заболеваний. Воспаление стенок сосудов провоцирует образование тромбов, сгустков крови, отрыв которых может привести к летальному исходу. Каким образом собирались восстанавливать ее здоровье в этом центре? Она проходила массаж, герудотерапия и иглоукалывание. Массаж при тромбофлебите ей сделали? Наша семья была очень обеспокоена назначенными процедурами. Я знаю, что массаж на конечности нельзя делать при этом заболевании. Это риск отрыва тромбов, поэтому нам даже не столько было жалко этих денег потраченных, сколько мы боялись за маму, за ее жизнь и здоровье. Покажите, пожалуйста, какие там еще услуги предложены были? Услуги по разработке программы улучшения внешнего вида кожи и улучшения работы сосудов. Почти 100 тысяч рублей стоила разработка неких непонятных программ. Да. У моей мамы были эти деньги на банковской карточке, тем не менее, вышло оттуда только с кредитным договором. То есть, получается, им невыгодно брать у людей деньги, им выгодно заключать именно кредитный договор. Компетентность людей в белых халатах у меня вызывает большие сомнения. Ну, я предлагаю увидеть все своими глазами и попасть на прием в этот медицинский центр на Бухарестской. 309-09-76. Звони. Медицинский центр, Евгения Сушевер. Здравствуйте, Евгения. А можно к вам записаться на прием к врачу? А как вы узнали о нашей компании? В интернете. На бесплатное обследование мы можем записать через отдел телемаркетинга только непосредственно, если мы вам совершили звонок. Спасибо. А давай я сама отправлюсь в этот медицинский центр и посмотрю, как они работают, как у них все устроено. Медцентр расположился на пятом этаже крупного торгового комплекса. Место выбрано не случайно. Соседство с известными брендами придает статус. Код в клинику свободный. Вдоль стеночки сидят пациенты. Основной контингент – люди преклонного возраста. Можете, да, в очередь посидать? Я уже взяла процедуру. А какие вам процедуры назначены? Я не помню, там, да. У меня это название. А как они вас предложили лечить? Ну, процедуры, да, разные. Пиявки. Пиявки? Пиявки. Суставы пиявкой? Ну, да. Не хотите сюда ходить? Нет. Слушай, а я первый раз. Там сейчас кредит в Паянике, будете платить 100 тысяч. Попробуем. Лен, там очень много людей, в основном пенсионеры. Им какие-то ставят жуткие диагнозы и назначают очень странное лечение. Пиявки, крио, какая-то терапия. Главное, всех убеждают взять огромный кредит. Давай посмотрим, есть ли у них лицензия. Вот договор, который выдали маме Анне. Так, вот реквизиты компании ООО «Соникс». Ищи. Лицензия на медицинскую деятельность у «Соникса» есть, но действует она только на территории Тверской области. Получается, они ведут свою деятельность незаконно? Нужно сходить и узнать. Здравствуйте, телеканал «Санкт-Петербург». Программа «Зона особого внимания». Хотелось бы поговорить с вашим руководителем. Минуточку. Лицензия где у вас на медицинскую деятельность? На острове. Я вижу только игры Юл, и я вижу ННН. Я не вижу лицензии на оказание медицинских услуг. Юль, узнай, какие разрешительные документы нужны организации, чтобы оказывать медицинские услуги? С этим вопросом мы обратились в Комитет по здравоохранению. Да, да. Анна Николаевна, здравствуйте. Какие документы подтверждают, что обычная компания может называться медицинским центром и оказывать медуслуги? Здравствуйте. Любая организация может называться медицинской организацией при наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности. Нам удалось выяснить, что в медцентре на Бухарестской оказывают медицинские услуги без лицензии. Что мы можем сделать? Если потребитель заключил договор платных услуг, он может обратиться в соответствующие органы. Это будет Главное управление Министерства внутренних дел по Санкт-Петербургу, если мы говорим про Санкт-Петербург, или АБЭП, для того, чтобы компетентные органы могли проверить эту организацию и соответствующим образом наказать. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, вы лечиться сюда пришли? Нас пригласили. Как вас пригласили? По телефону. А у вас как пригласили сюда? Так же по телефону. Вы как сюда попали? Тоже так же. Пригласили на диагностику. Кто будет диагностировать? Специалисты, естественно. Специалисты, да? Лицензии нету, директора нету, на кабинетах указаны врачи. Пошли дальше. Первичный прием, первичный прием. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь кабинетов. Здравствуйте, телеканал Санкт-Петербург. Я так понимаю, вы сотрудник? Мы пришли по жалобам наших телезрителей на работу этого медицинского центра. Знакомьтесь, Антон Владымцев, уроженец Гомеля, директор медицинского центра. Люди обратились в нашу программу, сказали, что с ними заключили медицинские договора. Вот смотрите, у вас ходят медики, врачи, а лицензии нету здесь. Подождите, а как вы определяете, что это медик? Ну, он же в белом халате. Так что, а вы в сером халате, вы кто строительный? Там у вас написан терапевт, эндокринолог. Я так понимаю, что это врачебные специальности. Где лицензия на оказание медицинских услуг? Покажите, пожалуйста. А медицинская деятельность-то не оказывается? А почему тогда у вас эндокринолог и терапевт принимают? А почему она не может висеть в этой табличке? Хорошо, можно посмотреть аккредитацию врачей? Что это такое? Каждый врач должен подтверждать свою квалификацию. Они получают аккредитацию, они получают категорию. Если медицинская деятельность не оказывается, для чего вам предоставлять? Вот, пожалуйста, одна из наших телезрительниц. Моя мама проходила массаж, герудотерапию и иглоукалывание. Это медицинская? Ну, понятно. Это просто очередной, мне кажется, приход у вас с целью какой-то конкуренции или еще тому подобное. Пойдемте в очереди спросим. Всех людей пригласили на медицинское обследование по телефону. А каким образом вы можете продавать услугу, лицензию на которую еще вы не получили? Лицензия не нужна для того, чтобы продавать. Директор признал, лицензии нет. Получается, в центре на Бухарестской не лечат, а лишь продают курсы. А люди в белых халатах вовсе не врачи. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а вы доктор? Нет, специалист-диагност. Специалист-диагност, а как вы диагностируете, если вы не доктор? Состояние, здоровье, а что... А покажите, пожалуйста, ваш диплом об образовании. Я не ставлю диагност. Из соседнего кабинета такой же специалист вообще сбежал. Здравствуйте. Кто вас принимает? Доктор или кто? Доктор, да. А он представился, что он доктор? С чего вы взяли, что он врач? Ну, медицинский же центр. Рядом на столике чудо-прибор для диагностики. Импульсный анализатор состава тела. Диагностика сомнительная. Зато кредиты реальные. К нам стали подходить пострадавшие. Как вот отказаться на 94 тысячи мне? Вы уже заключили кредитный договор? Ага, но еще не платила. После чего вы заключили? Разговаривали со мной. И что сказали? Массаж мне сделали. На 94 тысячи массаж? Ну, это все потом будет лечение. Я пришла отказываться, они меня все равно уговорили. Мы сейчас приехали, чтобы что сделать? Чтобы расторгали? Вам расторгали? Нет, мы сидим, ждем. Уже заявление сейчас надо написать. С вами заключали кредитный договор? Да. Сколько денег? По одной 97 тысячи, по второй 98. Почти 200 тысяч рублей? Угу. Какие процедуры вам оказывают? Сегодня на плазму. Что такое плазма? Кровь. Кровь летит. Переливают кровь? Да. Без медицинской лицензии? Все наши вопросы так и остались без ответа. Вызываем полицию. Наряд приезжает быстро. Пострадавшим предлагают написать заявление. Через некоторое время появляются сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями. 30 дней займет доследственная проверка. И директору Антону Петровичу наверняка придется рассказать полиции, на каком основании они оказывали медицинские услуги и вообще как они открылись. Полиция сейчас проводит оперативные мероприятия. Пострадавшие пишут заявление. Анне нужно расторгнуть договор и вернуть деньги. Как ей это сделать? Давай узнаем у юриста. Добрый день. Здравствуйте. А подскажите, как можно расторгнуть кредитный договор с медицинской организацией? Для начала вы должны уведомить о расторжении в клинику, а также направить соответствующее заявление в банк, который выдает кредиты на лечение в этой клинике. А наша героиня уже написала заявление в полицию. Вот что дальше ей делать? Вы знаете, вопрос непростой, потому что договор заключен, и сейчас расторжение его возможно только через обращение в суд с требованием расторгнуть этот договор. Мы в конце программы расскажем, чем завершилась эта история и получилось ли у нашей героини расторгнуть договор и вернуть свои деньги. Нам стало известно, что еще в одном якобы медицинском центре люди в белых халатах ставят смертельные диагнозы. Для чего? Нетрудно догадаться. Давайте все подробности узнаем у нашей героини. Наталья – профессиональный стилист. Работа тяжелая, 8 часов на ногах, но она следит за своим здоровьем. Поэтому, когда увидела объявление о бесплатной диагностике в клинике ЗдравМед, решила сходить на всякий случай. Приехала, и тут начался, конечно, театр. В маленький кабинет меня завели, заходили туда люди по очереди в белых халатах, говорили мне просто наперебой, что, господи, а как вы с этим живете? Врачи сделали все, чтобы первый визит стал для женщины настоящим кошмаром. Сравнили с последней стадией онкологии. Ух ты! То есть у меня заболевание такой степени тяжести. Я сидела, смотрела на них, хлопала глазами, у меня уже навернулись слезы. Люди в белых халатах успокоили. Спастись можно, но лечение вен нужно начать немедленно. И весь курс рассчитали мне на 200, но потом сократили до 140, по-моему, тысяч. Мы сейчас с вами заключим кредитный договор с банком. Тут же? Тут же. Они его оформили, и вдруг мне поступил звонок от моего супруга, который говорит, Наташа, я не пойму, а мне из банка сейчас звонили? Ты что, какие-то кредиты оформляешь? Ничего не подписывай. Через минуту он мне перезвонил, сказал, беги оттуда, это мошенники. Интернет петрит их адресами, названиями и всей информацией и отзывами. Наталью спас звонок мужа. Если бы не это, то наша героиня два года выплачивала бы огромный кредит. Но это еще не все. На следующий день Наталья обратилась к другому специалисту, и у нее не обнаружили вообще никаких заболеваний вен. Для того, чтобы поймать этих мошенников за руку, мы решили сами сходить к ним на прием. Для этого нужно записаться по номеру. Мы попытались это сделать в клинику Здравмед на улице Типаново, дом 6. Но к нашему удивлению, менеджер записала нас в Эйн-клинику на площади Победы, дом 14. А как ты думаешь, вообще есть разница между этими двумя медицинскими организациями? У этих центров общий телефон. Давай посмотрим в интернете. У них одинаковые врачи. Бородина. Рупугат Хабулаевна. Денис Александрович Ницвет. И там, и там присутствует. Сосудистый пирург. Просто все врачи одинаковые. Давай отзывы посмотрим. 14 марта 2017 года. И они абсолютно идентичны. 2016. 2016. А что там с лицензией? Вот смотри, лицензия выдана в 2018 году. Отзывы написаны в 2016, в 2017. Как так получилось? Клиники еще нет, а отзывы благодарственные уже есть. Два разных центра работают по одному принципу. Сначала ставят страшный диагноз, потом заставляют взять огромный кредит. Конечно, нужно съездить туда разобраться. Но прежде я схожу на прием к нормальному проверенному флебологу, чтобы убедиться, что с моими венами все в порядке. Матвей Александрович – флеболог со стажем. Ежедневно он проводит не только диагностику, но и оперирует. Помогает людям избавиться от различных заболеваний сосудов. Есть ли такие заболевания вен, которые смертельные? Такие заболевания существуют. Это острый тромбоз глубоких вен. Доктор делает УЗИ, находит тромб. И ничего не подозревающему пациенту говорит, вы знаете, у вас проблема. Вам нужно делать срочную операцию. Но таких пациентов среди флебологических – полпроцента, может быть, четверть процента. Очень мало. Но есть такие медцентры, где смертельный диагноз ставят каждому второму и лечат собственными методами. Флеболог не будет лечить капельницами. Не будет. Он не будет лечить какими-то штанами, каким-то массажем, какими-то подкожными инъекциями вдоль вен. Не будет он назначать совершенно нетиповые процедуры. Пиявки. Нет, не будет. Пиявки – это уже вот наше прошлое. Ну что ж, Юлия, сейчас мы вам сделаем ультразвуковое исследование вен. Я прошу вас пройти сюда, к кушетке. Проходите, прошу вас. Через 20 минут именно столько идёт обследование. Доктор заносит данные УЗИ в компьютер, пишет заключение и выдаёт его пациенту. Обратите внимание, на заключении стоит фамилия врача и печать клиники. Юлия, я вам отдаю ваше заключение. Вы здоровы, соблюдайте здоровый образ жизни, не забывайте делать гимнастику для экранозных мышц. Спасибо. До свидания. Да, до свидания. Теперь абсолютно здоровая ведущая отправляется в Вейн-клиник. Посмотрим, что скажут специалисты этого медицинского центра. Чтобы Юле было не так страшно, Лена будет следить за происходящим из машины вместе с психологом. Здравствуйте, Алексей. Прошу вас пройти в наш автобус для того, чтобы мы могли за происходящим наблюдать. Хорошо, давайте посмотрим. Не нравится ей отёчность, она пошла за сосудистым хирургом. Почему она её одну в кабинете оставила? Доктор, потому что как мама, ну заботливый кто-то, да, кто о тебе заботится. Вот тебя бросают, нагнетаются эмоции, становятся хуже, хуже. И ты становишься более внушаемой. Либо эмоции, либо мышление у нас работает обычно. Тут у меня сейчас как раз мышление уйдёт, появляются эмоции. Давайте дальше посмотрим, что там сейчас. У меня пациент рекламе на УЗИ. У меня сегодня. По телефону говорят. Чтобы вам за это не оплачивать ничего, да? Мы сейчас привели на него. Бесплатно? Я вам сделаю бесплатно, это подарок. Появляется чувство доверия, благодарности. Если вы мне что-то сделали бесплатно, я вам уже что-то должен. У вас появляется желание мне отплатить. Я вот второй раз замуж вышла. Мне кажется, что вот такие разговоры свойственны двум подружкам. Где-то дома или в кафе. А это ведь не для врачебного кабинета стиль беседы. Она приближается, снижается расстояние. То есть она как бы вникает в её доверие, в её зону комфорта. У меня деформируют сосуды. У меня грехов. Да, у вас грехов. Труп пролируется за два часа. Труп может оторваться в любом месте. За два часа может оторваться труп? Алексей, вот как себя вести в такой ситуации, когда тебя со всех сторон запугали, обещают смерть буквально через два часа? Что делать? Здесь можно начать играть. То есть я умру через два часа, правильно? И тут, если он это скажет, да, умрёт через два часа, это будет ложь. На это можно его просто в суд подать. У вас настоящее воркозный болезнь хронически прогрессирует. Да, практически зеркально. При таких плотных стенках, это повышенная холодкость. Мы даже операцию сейчас не можем предложить. Потому что это как макароны, которые ломаются. Особенно, как резиночки. Вены, как макароны, которые ломаются. Лечиться нужно незамедлительно. Лечиться нужно незамедлительно. Вот это что такое? Она сидит, он стоит сверху, доминирует, он её подавляет. Она впадает в детское состояние. После этого он говорит о хрупкости, ломкости. В принципе, мы все боимся, что с детства сломается игрушка, сломается ещё что-то. А если что-то в организме сломается, то как бы всё, там конец. Слушайте, ну у них страшный сценарий, давайте дальше. Инсульты, инфаркты, тромбоинболии. Вот вам, пожалуйста, реагирует. Пару недель назад пришли. Женщине нужно было операцию делать. 280 тысяч. Муж сказал, ты что, с ума сошла? Это очень дорого. Ну, можно машину покупать, наверное. Смотрите, они переходят к обсуждению финансового вопроса. Вот такая нога. Нормальная? А там уже нет 280 тысяч, извините меня. По лечению всё понятно? Да. Смотрите, как грамотно смерть, ром, поторвётся 280 тысяч. У кого-то такое было. И сравнение с приоритетами. Отплата происходит наличным платежом, без наличных платежом. Единственное, могу раздлить его на 12 месяцев, чтобы было просто поливидно в оплате вам. Алексей, что нужно делать людям, если они оказались в подобной страшной ситуации? И человек, он же не понимает, он же растерян. Любое решение, принятое в эмоциональном состоянии, может быть неверным. Это может быть просто манипуляция вами. То есть в любом случае надо встать, выйти, сказать «хорошо, я подумаю» и уходить. Как вы считаете, вот то, что мы сейчас видели, это манипуляция? Это достаточно жёсткая манипуляция, причём с достаточно хорошим эмоциональным насилием. Это не импровизация в данном случае, это просто проработанный сценарий. Вот и всё. Юля, они сейчас принесут тебе кредитный договор, выходи оттуда. Что сделать, чтобы не попасть в ловушку мошенников? Обратитесь в другую клинику и перепроверьте диагноз. Наведите справки о лечащем враче. Требуйте результаты исследований. И не подписывайте кредитный договор сразу. Лен, ну ты видела, им удалось меня практически убедить в том, что у меня какой-то жуткий варикоз, что у меня тромбофлебит, сейчас тромб оторвётся. А ты понимаешь, вот что будет, если обычный человек придёт в такую клинику? У него практически нет шансов уйти оттуда и не подписать кредитный договор. Вот мне интересно, что этим людям, которые вводят своих пациентов в заблуждение, ставят им смертельные диагнозы, может грозить по закону? Давай спросим об этом у юриста. Александр Владимирович, здравствуйте. А скажите, если врачи ставят заведомо ложный диагноз, куда нужно обращаться и что им за это грозит? На самом деле здесь несколько составов уголовных правонарушений, поэтому вы можете обратиться в Следственный комитет или прокуратуру по статье «Мошенничество» или «238-е нарушение требований безопасности для жизни и здоровья потребителей». И, соответственно, будет проведена проверка, оценено действительно, имело ли место то нарушение, о котором вы говорите, и, возможно, будет возбуждено уголовное дело. Если виноврача будет доказано, то ему может грозить крупный штраф или лишение свободы сроком до двух лет. Нам стало известно, что законодательное собрание Санкт-Петербурга рассматривает законопроект о внесении изменений в федеральный закон о потребительском кредите. Мы встретились с автором этой инициативы. Вы предложили внести поправки в федеральный закон о потребительском кредите. В чем их суть? Расскажите. Ну, проблема на самом деле острая, потому что многие люди, когда приходят в салоны красоты, в парикмахерские, им сразу навязывают какие-то пакеты услуг, непонятные абсолютно. И самое, что страшно, заключая такой договор, люди автоматически попадают на кредит. То есть этот кредитный договор разорвать невозможно сейчас, да? Только со штрафными санкциями, но сумма штрафа неимоверно велика. И мы сформулировали три простых правила, которые предложили в виде законопроекта. Первое. Если человек хочет расторгнуть договор, пускай он заплатит проценты за тот срок, что он пользовался деньгами, но ни капли больше. Второе. Мы предлагаем запретить уступать такой долг коллекторам или каким-то другим лицам без согласия самого должника. И третье правило. Это ни в коем случае в односторонном порядке не менять условия обслуживания этого счета. Потому что иногда получается, что человек начинает выплачивать этот кредит, а дальше за обслуживание его организация начинает повышать плату. Если инициатива депутата найдет поддержку, это спасет многих пациентов, которые взяли кредит на лечение под давлением обстоятельств. Ольга Петровна, я вас была два дня назад. Вы мне поставили диагноз, что у меня варикоз, что мне нужно незамедлительное лечение. И убеждали меня в том, чтобы взять кредит. Меня смотрели вы. Приходил хирург. Мы делали УЗИ. Вот я хочу понять, на каком основании у меня был поставлен диагноз, что мне необходимо лечение. Осмотр хирурга. А вы врач вообще? Нет. У вас нет диплома медицинского? Почему? У меня есть диплом медицинский. Вы медицинская сестра? Да. Интересно получается, диагноз ставит не врач с высшим образованием, а медсестра со средним. Ольга Петровна понимает, ее действие – грубое нарушение. Поэтому всю вину она сразу перекладывает на хирурга. Но имени его она почему-то не помнит. Идем к администратору. Посмотрите, хирурга и назначение. Хирург был Соломенцев Виталий Владимирович. Хирург Соломенцев Виталий Владимирович. Имя хирурга выяснили. Осталось его найти. Здравствуйте. Вы врача ждете? Да. А как вы сюда попали? Как вы нашли эту клинику? Я в интернете. Хорошо, вам уже поставили диагноз, кредит уже взяли? Ну да. Сколько вы взяли кредит? 140, что ли. Услышав наш разговор с пациенткой, менеджеры забеспокоились. Вы не имеете права снимать, выйдите, пожалуйста. Мы имеем право снимать, потому что здесь оказываются услуги. Мы уходить не собираемся, пока не получим информацию о сосудистом хирурге. А лучше найдем его самого. Вот Соломенцев интересует, который вчера моей коллеге поставил диагноз смертельный, я бы даже сказала. Кандидат медицинских наук. Соломенца Виталий Владимирович. В клинику заходит главный врач, но она делает вид, что не замечает съемочную группу. Извините, пожалуйста, вы главный врач? Да. Господин Соломенцев, Виталий доктор, у вас работает в клинике? Да. Можно с ним побеседовать? Он сейчас ведет прием пациентов. Скажите, мы можем его подождать и задать ему некоторые вопросы? Нужно уточнить по его расписанию. Мы провели в клинике два часа, но доктор к нам так и не вышел. Из открытых источников выяснили, Виталий Соломенцев действительно кандидат медицинских наук. Сфера научных интересов – судебная медицина и психиатрия. Ветеран Федеральной службы исполнения наказаний. Но какое отношение он имеет к сосудистой хирургии? Диагноз, который он поставил абсолютно здоровому человеку, ложный. Что это? Врачебная ошибка или желание заработать? Вся эта история – повод для тщательной проверки. Мы будем следить за ее развитием. Когда наша программа была уже готова, нам стало известно, что Анна Фомина расторгла кредитный договор и вернула свои деньги. Давайте ее послушаем. После приезда съемочной группы в зону осудного внимания в медицинский центр на Бахарецке мне удалось расторгнуть договор. Медицинский центр выплатил мне всю сумму, уплаченную при погашении кредита – 95 тысяч рублей. Дорогие петербуржцы, будьте внимательны при заключении договоров о оформлении кредитов на сотни тысяч рублей. Мы написали обращение в Росздравнадзор. Именно эта организация контролирует работу медицинских учреждений. И получили оттуда официальный ответ. Территориальный орган Росздравнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не обладает сведениями о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности обществом СОНИКС, расположенным на Бухарестской улице. В этой связи информация, полученная от СМИ об осуществлении такой деятельности, будет передана в правоохранительные органы. Результаты нашего журналистского расследования мы отправим в Росздравнадзор и в Роспотребнадзор. Попасть в ловушку мошенников может каждый. В этом мы убедились на собственном опыте. Любого можно ввести в заблуждение и навязать кредит. И нет универсального способа защиты. Есть только простые правила. Первое. Не верьте в бесплатные процедуры. Второе. Ищите проверенные клиники. Идите к проверенным врачам. И третье. Требуйте лицензии и дипломы. Ну а мы продолжим рассказывать об учреждениях, которые не лечат, а вымогают деньги. Вместе мы сделаем наш город лучше. Продолжение следует...